Ребята, всем огромный-огромный привет и добро пожаловать на мое новое видео из рубрики обзоры модов для игры American Track Simulator. Сегодня я хочу сделать обзор платного мода Western Star 4900SF. Данное видео создается только лишь с целью демонстрации возможностей данного мода. Я ни в коем случае, ребята, не призываю вас покупать этот мод, ну либо наоборот не покупать. Просто, скажем так, для потенциальных покупателей создается данный обзор. Итак, что же из себя представляет данный мод? Для начала давайте посмотрим на внешнюю 3D модель. Сделана она очень достойно, очень достойно она сделана. Обратите внимание, у нас даже где-то там далеко-далеко под кабиной видно капот, под капотом видно, короче двигатель под капотом видно. Хотел совмничать и по итогу обосрался, но бывает такое, ребят, ладно. Выхлопная система, смотрите какая там гофра прикольная. Давайте-ка мы с вами, наверное, спешимся. И подойдем сюда, посмотрите, насколько детализированная здесь у нас идет гофра. Ну видно все под кабинное пространство, двигатель, коробку передач и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Модель действительно очень и очень классная. По тюняхам, что у нас здесь есть? Данная моделька у нас подписана как бета 2, то есть это вторая бета-версия, насколько я полагаю. И во второй бета-версии у нас появилась вторая кабина вот такая, со спальником, низкая, но спальник небольшой. Те самые легендарные огромные окна, которые, я думаю, знакомы всем, кто играл в игру дальнобойщики 3. Там тоже был этот Western Start 4900, но только кабина у него была еще больше. Давайте, наверное, на этой базе мы с вами и остановимся. По шассе, оно 1,6х4. Достаточно большой у нас выбор двигателей. Все американские движки, которые только ставятся на грузовики, здесь есть. Есть каменцы Big KM, обратите внимание. Есть 10-литровые каменцы, что тоже очень хорошо. Катерпиллеры есть, Detroit дизели различных серий. Катерпиллеры даже 6&Z есть, любители знают, что это за моторы такие. Также есть каменцы еще одни, покары, свежие, старые. Ну, в общем, есть из чего на самом деле выбрать. По коробкам передач ситуация абсолютно такая же, но тут, как я полагаю, просто какие-то дефолтные коробки с дефолтного Western Star. По салону. Салон у нас свой, пусть вас не смущает то, что он, ну, скажем так, похож на Western Star 5700XE. Я посмотрел фотки в интернете и реально у 4900SF один в один такой же салон. Я, если честно, был немножечко в ауте с этого. Здесь немножко не прописаны зависимости, да, потому что, как вы видели ранее, я поставил большую кабину со спалкой, а салон у нас остался от DayCab. Ну, просто зависимость автор не прописал, поэтому можно руками вот так взять и поставить салон уже со спалкой. Спалка, кстати, тоже выглядит неплохо. Вообще, на самом деле, моделька неплохая, ну, вот здесь вот, конечно, косячок я вижу есть, но, опять же, это бетка. Потом вот тут какие-то лишние полигоны у нас присутствуют, ну, и так... А, нет, это не полигоны, извиняюсь, это не полигоны, это вот такая выштамповочка здесь у нас в пластике идет. Все, беру свои слова обратно. Но, в целом, тогда получается только вот здесь косячок и вроде бы как все. В остальном салончик очень даже неплохой, реально неплохой. По покраскам она, естественно, поддерживается, никаких скинов нет, обычные цвета абсолютно спокойно. И также у нас можно все это дело покрасить под металлик. По тюнингу давайте смотреть. Колеса у нас и дисков здесь никаких своих собственных нет. Можно, если что, поставить гудировские либо мишлиновские шины из DLC. Ступеньки дверей, может быть, она у нас вот такая, либо может быть вот такая. Также мы можем это полностью типа якобы удалить, но это у нас не удаляется. Чуть выше эту хромированную накладочку мы можем удалить, но странность опять же заключается в том, что вот эту хромированную накладку на спалке установленную мы уже удалить не можем, к сожалению. Но я думаю, опять же, в следующих версиях это все дело будет исправлено. Топливный бак также можно убрать, если он вам не нужен. И, как я полагаю, с этой стороны, да, он у нас также убирается. Крылья задние в одном исполнении, можно их убрать, если они вам не нужны. По задним колесам, опять же, никаких изменений нет. Брызговички тоже можно их полностью убрать вместе с креплениями, да, но мало ли вдруг вы потом будете рпшить какую-то минимально просто вообще минимальную комплектацию. Задний бампер, точнее, что из него остается здесь, да, это просто табличка, скажем так, с светильниками, со всеми лампочками и так далее. Здесь сверху трубы выхлопные, их тоже можно удалить, но вот когда мы их убираем, появляются косяки по запечке. То есть, видимо, машину, скорее всего, запекали с установленными трубами и вот эти вот косяки у нас остались. Но здесь выход на самом деле прост, либо перезапекать, это очень тяжело и очень долго, поэтому можно просто сделать так, чтобы трубы нельзя было снять. Вот это самый такой простой выход из сложившейся ситуации. Фильтра также можно удалить, непонятно зачем, я думаю, что нужно это просто взять и убрать, чтобы возможности удаления этого аксессуара у нас не было. Зеркала также можно убрать. Короче, здесь тюнинга особо много нет, как я понимаю, но зато практически все можно убрать. Здесь у нас идет Horn Adapter, можем даже мы совершенно спокойно какие-нибудь Western Star поставить, это же у нас все-таки Western Star, поэтому можно. Ну и здесь у нас, так, давайте мы вот так и вот так. И здесь у нас лампочки на кабину, пожалуйста, также мы маркера сверху можем поставить. Очень даже неплохо смотрится. Здесь по капотной части вот такие поворотнички у нас на крылья можно поставить. Здесь у нас решеточка, точнее, смотрите, как работает. Нужно сначала убрать вот эту, чтобы увидеть то, что у нас находится здесь. И потом все, вот это можно убрать. Не знаю, с какой целью это все делалось, может быть с целью оптимизации, но вряд ли, как мне кажется, в принципе, на FPS эта машина особо не жрет. Но, опять же, можно было бы просто добавить возможность, чтобы это не удалялось. Фары также можно убрать и та же самая история у нас с бампером. Ну, кстати, без бампера как будто бы вроде как отрпешить что-то можно. Но, в целом, тюнинга мало, очень-очень мало. Надеюсь, что в будущих версиях его будет куда больше и тюнинг будет поинтереснее, потому что все-таки Western Star такая уже классная, классическая машина, на которую достаточно много всякого тюнинга. По тюнингу салона тоже давайте пробежимся, посмотрим. Руль у нас свой, плюс ко всему DLC с рулями у нас поддерживается. Все остальные думесы у нас, по большому счету, из нового только здесь навигатор, наверное, и все. А в остальном все то же самое, то, что мы видим снаружи. Ну, может быть, за исключением вот этой замечательной панели, на которую что-то можно положить. Здесь у нас что-то можно потюнить в плане воздуховода. Здесь у нас бампер, здесь у нас фильтра, здесь у нас небольшой буквально тюнинг пола. Подстаканничек, обратите внимание, небольшой у нас идет тюнинг сидушки. Сидушки, кстати, тоже сами можно убрать. Вот вообще, на самом деле, то есть убираются два сиденья, но можно было бы сделать так, чтобы убиралось только правое. Вот когда вы, кстати, мы его убрали, здесь косяк у нас есть, дырочка прям сквозная. Некоторые американцы, когда ездят на таких машинах, они правое пассажирское сиденье убирают. Ну, зачем оно им нужно, по большому счету, если они ездят одни, и просто оно занимает место. И вот, короче, они его убирают. Можно было бы этот момент тоже немножечко торпешить. Тюнинга с палки у нас никакого нет. Ну что, господа, на этом тогда все. Отправляемся на тест-драйв. Так, друзья, ночные тесты. Падаем питанием. Оживает у нас вся электрика. Электрика, кстати, обратите внимание, при схожести салона с 5700XE бортового компьютера у нас нет. Ну, то есть, здесь просто датчики и все. А привычного бортового компьютера у нас здесь нет. Что говорит о том, что действительно модель у нас прям классическая. Итак, по подсветочке. Вот так вот у нас выглядят габариты. Лампочка, обратите внимание, даже здесь у нас загорелась. Белая приятная подсветка. Дальше ближний свет фар у нас также включается, переключатель. Ну и на дальнем у нас, как я понимаю, где-то под рулем, скорее всего, есть переключатель. Снаружи как? Габаритики. Вот так вот это все дело работает. Ближний свет. Ну и дальний свет, соответственно. Аварийка также у нас устроена вот в эти места на капоте. Сзади у нас все моргает. Стоп-сигналы также у нас работают. Задний ход. Ну и еще раз, пожалуйста, аварийка. То есть, вся светотехника здесь абсолютно рабочая. И выглядит очень и очень даже недурно. Ну а теперь давайте дождемся рассвета и посмотрим при свете дня на этот салон. Естественно, пошел у нас дождик. Давайте проверим то, как работают дворники. Так, это у нас датчик дождя. Да, это у нас датчик дождя. Это у нас первый режим. А, и сразу он у нас постоянный. То есть, медленного режима, как я полагаю, здесь у нас нет. На втором режиме у нас уже все это дело работает быстро. Снаружи дворники у нас также анимированы. То есть, со своей скоростью все работает очень и очень классно. Давайте мы выключим дождь, чтобы он нам не мешал. По салону, ну смотрите сами. Спалка здесь, конечно, максимально светлая. За счет того, что сами видите, здесь столько окон. Это просто с ума сойти. Плюс ко всему, даже можно смотреть назад. Что удобно, когда вот ты где-то как раз таки будешь маневрировать. Ну а так, в целом, салон очень приятный. Анимаций очень много. Где у нас включается, интересно, дальний? Вот он где-то вроде включается. Скорее всего, это какой-то переключатель. Где-то он далеко-далеко спрятан, но тем не менее. Блокировочка также у нас работает. Обратите внимание. То есть, все, в принципе, рабочее. Левое окошечко у нас опускается. Также клавиша анимирована. Та же самая история у нас с правой стороны. То есть, в этом плане все хорошо. Русички работают. Коробка у нас переключается. Но самой вот этой мешалки рычага у нас, к сожалению, нет. Русички я уже вам показал. Все стрелки, пожалуйста, также у нас работают. И все с ними шикарно. Даже аварийка у нас анимированная. Ну что, господа, давайте мы запустим мотор. Ага. Ух ты. Ну звуки приятные для Катерпиллера, я хочу сказать. Очень прям такие приятные звуки для Катерпиллера. Прям, ух ты. Какой у нас engine brake. Ну-ка, давайте попробуем назад немножечко подсдать. Две у нас передачи задних. Отлично. Давайте заодно сразу попробуем дропнуть пневму. Отлично, упала. Встала в транспортное. И максимально тоже, пожалуйста, все это поднимается. Ну, то есть, короче, все базовые вещи, которые у нас должны быть в тягаче, все это работает. Назад прям, когда вот едешь, такой басок появляется. Очень, очень, очень классно звуки сделаны. И турбинка так отсекает, очень приятно. Немножко даже, может быть, сканью напоминает. По регулировкам по салону давайте тоже посмотрим. Настройка сидения у нас, естественно, осуществляется без каких-либо проблем. Ровно так же, как и настройка FOVA. Настройка вверх-вниз тоже работает. Руль у нас, как мы видим, тоже регулируется. То есть, проблем здесь вообще по анимациям никаких нет. Так, ну что, давайте немножко вперед. Engine Break потестим. Прин, да как он классно работает. На самом деле, четко слышно, как работает позиционирование звука. То есть, здесь у нас спереди чисто слышно мотор. А сзади мы уже слышим выхлопную систему. То есть, позиционирование звука есть, и оно действительно работает. Ну что, господа, вот такой вот у нас получился обзорчик. Немножечко он пошел не по шаблону. Но нужно, как мне кажется, что-то такое иногда в обзоры вносить. Да, а то уже я, можно сказать, создал, наверное, золотой стандарт за 10 лет обзоров модов. И все буквально делают по такому же сценарию, как и я. Но надо все-таки, наверное, чуть-чуть сценарий уже поменять. По моду, ребята, опять же, не знаю, как я и сказал в начале ролика, смотрите сами. Стоит его покупать, не стоит. Я здесь оценочное какое-то осуждение дать не могу. Но если просто вот дать от себя оценку, я бы купил на самом деле, реально. Внешне моделька классная, по салону моделька классная. Да, не так много тюнинга, но, в принципе, фпс не жрет, работает классно, выглядит здорово, офигенные звуки. Для любителей подобной классики прям просто идеальный какой-то автомобиль. На этой ноте, ребята, с вами прощаюсь. Спасибо вам всем огромное за внимание. С наилучшими пожеланиями. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok